Мало кто из зрителей нашего канала бывал на главной площади Старого Самарканда, которую смело можно назвать и главной исторической площадью всей Средней Азии. Ну и конечно же, единицы из тех, кто здесь все-таки побывал, исследовали данный объект под нашим альтернативным углом зрения на историю человечества. В этом фильме я представлю вам практически полную экскурсию, которую для нашего экспедиционного клуба Ice Peak недавно провела Анна, одна из лучших гидов по Самарканду. Конечно же, она рассказала нам исключительно официальную версию местной истории. Анна – гид, а не альтернативщик, как мы. А мы же, без всякого негатива и не акцентируя свое внимание на личности, прекрасной девушки Анны, искали в ее рассказе различные нестыковки. В общем, вели себя как группа следователей, пытающихся через показания, так сказать, свидетеля, вывести официальных историков на чистую воду. Сейчас с вами находимся в центре старого города на площади Регистан. Это векидная карточка не только Самарканда, но и всего Туркестана. Главная площадь старого города. Именно здесь, раньше, до 15 веков, проходил Великий Шелковый путь. Именно это место было перекрестком Великого Шелкового путь. Все франские указы, все новости, люди узнавали здесь. Все, что привозил Амир Тимур со всех своих походов, тоже всем людям показывал здесь. Что же означает это место? Регистан, что в переводе с персидского означает песчаное место. Рег – это песок, стан – это место. Как Узбекистан, Казахстан, Киргизстан. Здесь раньше протекала, на этой самой площади протекала река Сиап, которая вскоре то ли поменяла свое русло, то ли просто засохла, тем самым оставив после себя много песка. И оттуда идет название этого места – Регистан. Я думаю, зрители, давно знакомые с моей гипотезой недавней глобальной катастрофы средины 19 века, которая выжгла и засыпала слоем песка Северную Африку, Ближний Восток, а также Среднюю Азию, в рассказе Анны сразу же усмотрели еще один косвенный информационный след об этой катастрофе. Помните, чем мы занимаемся, исследуя различные старые города в различных уголках мира? Мы собираем критическую массу косвенных доказательств, так как исторические фальсификаторы уничтожили все доказательства прямые. Итак, что же о реке Сиап пишут эти официальные историки? Сиап – небольшая река, протекающая по территории Самаркандской области, в частности по территории Самарканда. Некоторые считают ее древним каналом, и скорее всего эти некоторые абсолютно правы, так как эта река имеет длину всего-то в 20 километров, а ее исток расположен в Самаркандском грибном канале, который якобы был построен с нуля в средине 20 века. Мы же с вами, я думаю, смело можем выдвинуть свою гипотезу. И грибной канал Самарканда, и остатки русла реки Сиап – все это по-настоящему допотопная сеть городских каналов, подобная сети Санкт-Петербурга или, например, Амстердама. В момент глобальной катастрофы 1842 года раскаленный песок засыпал всю данную местность, включая старый Самарканд и его систему каналов. Подробнее о глобальной катастрофе средины 19 века в фильме «Полная реконструкция реальной истории причин и механизма потопа 19 века». В следующих фильмах я вам представлю еще несколько доказательств данной катастрофы, собранных в Самарканде. Здесь мы исследовали засыпанную обсерваторию Лукбека и побывали на огромном пустыре, где под песком и лежит большая часть прошлого города. И еще обращу ваше внимание на достаточно примитивную технологию искажения информации, которую использовали фальсификаторы истории второй половины 19-го начала 20-го веков. С рекой, я думаю, мы определились. Только эта река не оставила здесь песок, о котором говорит Анна. Наоборот, песок засыпал реку или канал, причем засыпал вместе со всей Средней Азией. В общем, песок, конечно же, был. Но вот название «Регистан» первично никакого отношения к этому песку не имело. «Рег» в обратном прочтении, используя Бустрофидон, это «Гер». Помните методику, которую я сформулировал в фильме? Вот как понять скрытый смысл допотопных слов и легко читать древние тексты. «Гер», «Сер», «Хер» — это же «царь» или второй смысл «владелец». «Стан» — скорее всего, действительно место. «Стамбул». Что же мы имеем в итоге? «Царское место». И реально, это самое подходящее имя для главной площади Самарканда. Песок здесь, конечно же, тоже имел место. Но «Гер» — это не песок. «Гер» — это «царь». Производитель минерала «Синтезит», который, как вы знаете, я давно рекламирую и сам принимаю, недавно представил уникальный продукт в линейке инновационного препарата «Синтезит Макси». Каждая баночка «Синтезит Макси» содержит 60 капсул по 800 микрограмм «Синтезита». Это мощно. При стандартном потреблении баночки должно хватить аж на целых два месяца. Загляните на их сайт «Доставка по всему миру». Ссылка на сайт в описании. Также 3 апреля в научном журнале «Доказательная гастроэнтерология» была опубликована статья о сенсационном исследовании действия синтезита на здоровье пациентов, получающих лечение при онкологии. Исследование проведено на самой авторитетной в России медицинской базе Центральной клинической больнице с поликлиникой управления делами президента Российской Федерации. Данные исследования свидетельствуют о колоссальной помощи синтезита организму. Ссылка на эти исследования также в описании. Еще рекомендую подписаться на YouTube канал «Синтезита», где опубликованы сотни интереснейших интервью о феноменальной помощи синтезита. После смерти Амира Тимура в 1405 году в 4 года идет борьба за власть. И в 1409 году правителем Самарканда становится его внук Мерзолутбек, выдающийся ученый-астроном. Но Мерзолутбек не был человеком войны. Мерзолутбек был человеком в науке. И именно при нем, во время правления Мерзолутбека Самарканд превращается в культурный центр. Мерзолутбек складывает очень большое внимание, уделяет именно развитию науки и архитектуры. Значит, при Мерзолутбеке строится то три медресе. И самое большое вы можете видеть сейчас здесь. Посмотрите, пожалуйста, налево. Это Мерзолутбека, построенное в 1417-1420 годах. Первое и самое большое из построек Мерзолутбека. А вообще, Мерзолутбек строит три медресе. В Самарканде, в Гиждуване и в Бухарее. На месте, где мы сейчас находимся, раньше была мечеть. Напротив Мерзолутбека был хонакок, что, как мы уже говорили, это как отель для теревши. А прямо от нас, напротив нас, раньше был хороман-сарай. То есть весь комплекс, который построил Мерзолутбек. И, к сожалению, из всего комплекса у нас сохранилось только левое Мерзолутбека. Левое здание Мерзолутбека. С личностью Мерзолутбека и истинной датировки его жизни и смерти мы разберемся в следующих фильмах. Сейчас лишь представлю вам его изображение, которое, скорее всего, и является истинным. Точно так же, как вот эти изображения Тамерлана, которому Мерзолутбек приходил со внуком. Знатоки современного кинематографа, конечно, здесь видят в кругу знаменитых астрономов. Актера Богдана Ступку в роли Улукбека на афише 18 века. А сейчас еще один интересный факт о некогда полноводном канале. От которого, как вы видите, сегодня осталась местная небольшая речушка Сиап. Название того самого древнего городища, закопанного под песками пустыря, находящегося прямо в центре современного Самарканда, Афро-Сиап. Историки говорят, что название этого города происходит от имени некогда протекавшей здесь реки, то есть Сиап. Я же думаю так. До глобальной катастрофы 1842 года большая река здесь была. И вполне возможно, что она действительно называлась Сиап. Скорее всего, современная маловодная речушка, которую некоторые считают древним каналом, просто была частью системы каналов, исходящих из русла прошлой полноводной реки Сиап. Также вполне возможно и то, что допотопный Самарканд назывался Афро-Сиапом, так как под песком пустыря в его центре засыпаны точно такие же здания, как и в старой части современного Самарканда. Что говорит лишь об одном. Часть города после потопа 1842 года раскопали и восстановили, а часть нет. И здесь закопаны не античные стены, это стены из желтого крепича. Точно такие же, как мы сегодня видим на сооружениях на площади Регистан. Что как раз говорит о недавней гибели города. В общем, реальная история Самарканда, не то что античного, но и недавнего, межпотопного, то есть 18-го, начала 19-го веков, может оказаться совершенно иной. И я думаю, что с названием города Афро-Сиап мы впоследствии разберемся. Афро, в обратном прочтении, арфа. Слово ар мы с вами уже разгадали. Это бог. А вот что такое аф, пока, конечно же, не ясно. Африка, Афродита. Официальные источники пишут, Африка это женское имя греческого происхождения, имеющее значение теплый. Но, скорее всего, это не так. Что об этом думаете вы? Напишите свое мнение в комментариях под этим фильмом. Анализируем дальше. Сиап в обратном прочтении с использованием Бустрофидона боист. Если представить, что здесь знакомая нам подмена глухой согласной П на звонкую Б, то получится чуть ли не пояс. В общем-то, логичное имя для реки. Мирзо Лукбек строит для себя целый комплекс, который сейчас не сохранился. Затем, двумя веками позже, действующий правитель Бахадыр Ялангтуш строит напротив медресе Лукбека точную копию медресе Лукбека, медресе Шердор. Посмотрите, пожалуйста, справа. Вы можете увидеть, что в переводе означает держащий львами. Или же дом со львами. И для того, чтобы получилось логическое такое завершение этого ансамбля, прямо он строит мечеть. Мечеть Телля Кори, что в переводе означает работа из золота. Телля. Золото Кори. Работа. Или же золотая мечеть. А вот и еще одна избитая сказка официалов. Она наподобие той, с помощью которой эти официалы пытаются замазать высокие строительные технологии прошлого. Типа египетские пирамиды строили вручную миллион рабов. То есть, для того, чтобы скрыть применение серьезных строительных машин и механизмов, историки 19-го начала 20-го веков на бумаге заменили их количественным показателем. Теми самыми миллионами рабов. Так вот, следующая сказка о том, что совершенно одинаковые сооружения, по мнению этих же самых историков, были построены с разницей в 200 лет. Хотя только за один 20-й век сменилось минимум пять архитектурных стилей. Классицизм, модерн, сталинский ампир, брежневки и хрущевки. Как вы видите, средина мая, когда мы улетали из Москвы и Санкт-Петербурга, у нас температура была плюс 9, холодная. Сюда мы прилетели настоящее лето, больше 30. И мы ходим по Самарканду от дерева к дереву, под тень. Ань, куда ты нас привела? Я чуть-чуть вас сейчас помучаю, потому что, если мы не будем именно в центре этой площади, то мы не рассмотрим всей этой красоты и всей этой архитектуры. Итак, перед нами сейчас находится у нас мадресе Улукбека, которое было построено по приказу Межзоу Улукбека, внука Мамира Тимура, в период 1417 по 1420. Представляете, за 4 года построили такое огромное здание, мадресе, высшее учебное заведение в исламе. Классический тип построек мадресе дал именно Улукбек. То есть до 15 века тоже были мадресе, но то, как они выглядели потом, в последующем, именно после Улукбека. А что это значит? Высокий входной портал, 4 минарета, стилизованная змея, видите, как спираль, и 2 двери слева и справа. Во всех мадресе всегда есть 2 двери, а посередине решетка. Но вообще Улукбеку предписывают такие слова. Путь к знаниям долог и тернист. Если ты хочешь получить истинные знания, то ты должен долго идти по коридорам учения. Это так символично, поэтому 2 двери. На самом же деле 2 двери тоже имеют свой функционал. То есть в Узбекистане, вот как мы только что сказали, 300 дней в году солнце, жарко, правильно? И если мы подойдем к той решетке, то будет такая прохладный ветерочек, некая циркуляция воздуха справа заходит, слева выходит. Вот так вот. Обратите внимание на входной портал, что все украшено в звездах, так как Мирзоу Улукбек был астроном. Он же построил здесь в последующем и обсерваторию, большую, трехэтажную. Также минореты. Из 4, к сожалению, удалось спасти и сохранить только 2. А это не первозданная их высота. Изначально высота этих миноретов была 40 метров, сейчас 33 метра. Вот этот вот минорет слева от меня называется минорет с гитарой, на который сейчас открыт доступ и можно подняться и увидеть Самарканд с высоты птичьего полета. В фильме «Вот кто по-настоящему жил в Узбекистане 200 лет назад» Я высказал предположение о том, что архитектура мечетей Самарканда и Бухары идентична архитектуре так называемых суфийских мечетей Старого Каира. Именно здесь, в Старом Каире, нам в первый раз удалось забраться на вершину минорета. А теперь мы идем покорять минорет в Самарканде. Мы поднимаемся снова на миноре, точно так же, как в Каире, только теперь в Самарканде. Итак, недавно мы исследовали множество объектов, в которых были так называемые бойницы. Расширение идет наружу, как вы видите, да? Вот если бы, действительно, мы можем предположить, что это бойница, там вот землю просто накидало. Но представьте, допустим, оттуда стрелок, и он стреляет, если расширено в эту сторону, то есть площадь, в которую ему попасть, она больше, и он сюда попадает. Наоборот, бойницы делают, вот отсюда, с косы, туда. И, как вы видите, здесь бойница, правильно, снутри широкая, снизу узкая. Хотя, с нами тут же начали спорить некоторые знатоки, что наружу должно быть именно расширение. Но мы с вами понимаем, что тогда увеличивается площадь попадания. И если бы наружу было расширение, площадь попадания намного больше. И пуля бы, уходя, как раз, отражаясь, рикошете от направляющих, попадала бы в эту узкость. То есть, это неверно. А здесь, действительно, верно. Когда наружу узкая дырочка, в нее попасть очень тяжело. Ну, вот эти вот расширения помогают стрелку отводить стрелковое оружие, ствол, в нужный сектор. И сектор задает, как раз, сектор обстрела внутренней части. Так что, знатоки, которые нас критиковали и рассказывали сказки, смотрите и учитесь. У нас есть старая традиция подниматься на самые высокие точки тех городов, которые мы исследуем. Мы поднимались с вами в Каире на самые высокие минореты. А сегодня мы поднимаемся на самый высокий минорет в Самарканде. Посмотрите, как прикольно вокруг. Вообще, бомбовид. Минореты это очень интересные сооружения. Как вы видите, внутри Каирских и Самаркандских миноретов абсолютно идентичные узкие винтовые лестницы. Скорее всего, Самаркандские минореты пострадали в потоп 1842 года. А вот Каирские минореты остались практически целыми. А самое главное, на их вершинах сохранились конструкции с крышами. С наибольшей долей вероятности именно в этих конструкциях и располагались нехитрые приемники свободной энергии или так называемого атмосферного электричества. В общем, минореты, которые стояли практически у каждого здания старого Каира, реально являлись атмосферными электростанциями. Я должен признаться, что первый раз за всю поездку меня здесь очень и очень сильно пробило. Я не знаю, с чем это связано, но, вероятно, с какой-то подлинностью, на которую просто у нас заточен нюх. И вот здесь вот впервые-впервые. Поэтому я понимаю, что не зря я пролетел сюда 4000 километров и радостно со всеми вами делюсь, что я полностью пробит. Я рада, что смогли мы пробить. Классический тип построек Мадресе дал именно Улыкбек. Что это? Высокий входной портал, стилизованная змея. На востоке вера в глаз играет большую роль. И вот она как защита от всего злого и плохого. Или же, по другой версии, эта змея взята из зороастризма. Что все течет, ничего не стоит на месте. Ведь до ислама люди тут исповедовали религию зороастризм. Затем две двери справа-слева. Решетка и минореты. Изначально их было 4 минорета. Сейчас мы видим только 2. Удалось спасти 2. И первозданная высота миноретов 40 метров. Представляете? А сейчас удалось спасти только 33 метра. Но это тоже огромные башни, которые до высоты 12-этажного дома достигают. Слева от меня минорет с гитарой. Мы его так называем, который удалось спасти чудесным образом. Курировал тогда областью Василий Лаврентьевич Вяткин. Тут всегда была жизнь, базар. И тут, здесь, прямо на этой площади, было много лавочников, ювелиры. Которые увидели, что минорет сильно наклонился. Пришли, значит, они к Василию Лаврентьевичу и говорят, что делать, Василий Лаврентьевич? Если он упадет, загубит много людей. Василий Лаврентьевич быстро пришел. Собрали комиссию. И было 2 архитектора, которые разошлись во мнении. И вот в 1932 году архитектор Мауэр, он был немец, но российского происхождения, сотворил невозможное. Он взял, натянул этот минорет на канаты. И тем самым, когда вечером поднялся ветер, поднялась такая приятная мелодия, как будто бы играет гитара. И оттуда этот минорет называется у нас минорет с гитарой. Вот. Он что сделал? Он посадил минорет на канаты, и начали они его крутить вокруг своей оси. А вместо зазора вставлять по кирпичику. И когда они прокрутили, минорет, получается, обратно встал на новый фундамент, на свое старое место. Поэтому этот минорет, минорет с гитарой. Давайте посмотрим в противоположную сторону, на мадресе Шердор, которое построил действующий правитель Бахадыр Ялангтуш. Двумя веками позже, а именно 1619-1636. На протяжении 17 лет он строит это мадресе. Она точная копия мадресе Лукбека, за исключением того, что входной портал совсем по-другому украшен. Обратите внимание также на купола. Купола здесь очень красивые. Если в других городах, как Бухара, Хива, купола гладкие, то мы сейчас в Мавзолее Амира Тимура видели ребристый купол, а здесь у нас такое ребро-плоскость, ребро-плоскость. Ну и, конечно, обратите внимание на арку входного портала. Это мадресе называется Мадресе Шердор, что в переводе означает «держащий львов» или «дом со львами». Как вы думаете, кто же все-таки изображен здесь над входным порталом? Львы или тигры? Тигры, но при этом с гривой льва, да? Бутанты. Бутанты. Марса. То есть это фантастические существа. Таких в природе нет. Льва-подобные тигры, тигроподобные львы. Ведь в хадисах есть такой хадис. В судный день будут наказаны безбожники, понятно почему, и художники, изобразившие живых существ. Ведь существо придет и скажет «дай мне душу», а душу может дать только Аллах. По этой самой причине нельзя изображать в исламе лица живых существ, животных и людей. И таких в природе нет. Это фантастические существа. И эту картину мы можем интерпретировать как лев или тигр, это ученик, который бежит за знаниями. Лань – это как знание, то есть в погоне за знаниями. И на спине у льва восходит зороастрийская богиня солнца Митра. Обратите также внутрь, в арку входного портала. Вы там видите зороастрийский знак свастика, который означает, что жизнь и смерть, и все вращается в этом мире. Затем этот же правитель Бахадыр Ялангтуш решил замкнуть такое завершение логическое этого ансамбля. И приказывает построить здесь мечеть Медресе Тилля Кори, что в переводе означает «работа из золота». Это действительно самая красивая мечеть во всей Средней Азии до 19 века. Мы позже пройдем туда, и вы убедитесь в этом сами. Обратите внимание на то, что здание снаружи двухэтажное. Это только снаружи, потому что если бы он сделал это одноэтажным, то оно бы померкло на фоне этих двух Медресе. И поэтому снаружи из стороны – это такая обманка двухэтажная. Если мы внутри зайдем, будет одноэтажное у нас обычный дворик с одноэтажным зданием. Итак, Аня дала нам очень интересную информацию, а теперь мы ищем сравнение подобий. Криминалистический метод у нас как раз основан на сравнении известных подобий. И таким подобием у нас является Старый Каир. Архитектура здесь полностью идентична архитектуре мамилюкских так называемых мечетей Старого Каира, которые, мы как поняли, являются суфийскими. И символом этих мечетей у нас было Солнце, а не Луна. В Каире, как мы видим, мамилюкские мечети с кольцом, солнцем, а османские мечети с полумесяцем. Но мы знаем, что суфизм и зороастризм имеют определенный общий корень. Это очень сильно скрывается. Вообще суфизм и зороастризм это ступенчатые очень такие религии или виды знаний, на низших ступенях которых толком ничего не поймешь. И потому информации о них очень мало. Но вот теперь посмотрите. Вроде бы как исламская мечеть. И что у нас обозначено? Митра, то есть зороастризм. Какие корни зороастризма? Ведь зороастризм он совсем про другое говорит. Опять у нас Ахура Мазда, Анхаманию первичная, и изначальное зло и добро, да? Что добро должно преодолеть зло. То есть в исламе мы этой информации не имеем. То есть она вычеркнута. Она представлена по-другому. То есть мы об этом еще потом поговорим, как это все работает. Но вот символы. Символ Митры, символ хищника и символ Лани. Хищник, это у нас лев фактически. Ну здесь он в виде барса изображен. Это у нас как раз южный ход. И здесь мы кругом видим как раз двух львов. Это символ вот как раз южного входа в храмы единого Бога. Это у нас стихия огонь. И за кем гонится? За ланью. А лань копытная, это у нас символ земли. От быка все уходит. У нас в Англии герб как раз лев и единорог. Единорог при этом у нас является гербом ганноверского курфюрства. Английские короли это ганноверские курфюрства. Ну то есть протестантизм. И что получается? Что это у нас смелость льва гонится за материальными ценностями. Это апофеоза через материальные ценности. Вот эта вот вся раскладка. Конечно это пока смешно звучит. Но вот как святой Георгий, ангел убивающий в себе змея. То есть получается мудрость убивающая в себе хитрость. Здесь получается у нас картина, где смелость убивает в себе жадность. И снова я обращу ваше внимание на фильм «Вот кто жил в Узбекистане 200 лет назад». В нем на основе архитектурной идентичности самаркандских мечетей, на фасадах которых изображены зороастрийские символы, и суфийских мечетей старого Каира, сделал следующий вывод. Современные зороастризм и суфизм являются видимой верхушкой так называемой религии ангела. Эта религия ангела вместе с религией льва отделились от единой веры в единого бога еще после античного потопа 1675 года. Подробнее об этой единой вере в единого бога, имеющей тесную связь с астрологией и психологией, вы можете узнать из фильмов, собранных мною в плейлисте «Единая вера в единого бога» на канале iSpeak. По моей гипотезе, в межпотопный период, то есть между античным потопом 1675 года и глобальной катастрофой 1842, в Средней Азии существовала полная православная или правоверная религия. Это была объединенная религия, отделившаяся снова от единой веры в единого бога, храмы которой в античный период имели четыре входа по сторонам света, соответствующие фиксированному кресту астрологии. Так вот, бывший северный вход ангела – стихия вода, и южный вход льва – стихия огонь. Отделившись от этой единой веры в единого бога, сформировали свою собственную. Недаром гербом Самарканда является гибрид ангела и льва – лев с крыльями. Но после следующей глобальной катастрофы 1842 года, эта православная религия – ангел-лев, северный и южный вход в бывшие храмы единого бога – еще раз разделились. Так возник современный ислам, соответствующий южному входу льва, бывшей единой веры. А вот северный вход ангела почему-то был скрыт. В наше время, это отделившаяся религия северного входа ангела проявляется в виде зороастризма и суфизма. В прошлом фильме многие зрители задали мне вот такой вот вопрос. Почему гид в Бухаре назвал лицо человека, изображенного на фасаде мечети, зороастрийским божеством воды Анахитой? Дорогие гости, мы сейчас находимся с вами в ансамбле «Ля Бихаус», что в переводе означает «Около водоема», «Около пруда». Символ Бухари у нас считается. Да. Да. И там солнышко. Кто мне скажет, что за лицо там, чей лицо там изображен? Нет. У нас вот в исламе нельзя изображать лица человека. Это у нас бог зороастризма, бог воды Анахита. У нас вот еще в Самарканде есть площадь Регистан, там тоже вот Медресе-Чердор, там внутри льва солнце, и внутри солнца тоже лицо. Это можно сказать, как копия от площади Регистан, от площади Медресе-Чердор. А гид Анна на фасаде Медресе в Самарканде назвала аналогичное изображение зороастрийской богиней солнца Митрой. На спине у льва восходит зороастрийская богиня солнца Митра. Но как ни странно, на первый взгляд, правы оба гида. Митра, как бог мужского пола, официальными историками относятся к эллинистическому периоду. Митра – главное божество Митраизма. Сам же Митраизм, как религия, был широко распространен по всей Европе до христианства. Причем описание жизни Митры очень похоже на описание жизни Христа. Но вот согласно официальной исторической парадигме в зороастризме древних ранцев имя Митра носит совершенно иное – женское божество. Ее еще называют Аша. Аша – это одно из основных понятий зороастризма. Это единственный порядок вещей, закон вселенской гармонии. Родителем Аши считается сам Ахура Мазда. Но гид в Бухаре назвал это обозначение не Митрой и не Ашой. Он назвал его Анахитой. Анахит – это другая богиня зороастризма. Действительно, это богиня воды. Но вода в зороастризме почитается точно так же, как и огонь. В общем-то, для нашего исследования этой информации хватит, так как и Митра, и Анахит являются богинями именно зороастризма. Изображение зороастризмских богинь на фасаде исламских мечетей фактически невозможно. Но эти изображения, как вы видите, есть. Из чего я и сделал вывод о межпотопном единстве всей православной линии ангел-лев. И похоже, именно таким было прежнее межпотопное православие, которое было распространено по всей территории Асов. Напомню, по моей гипотезе в межпотопный период этой территории Асов противостояла территория Ариев, Орлов или Готов, которая носила название Священной Римской империи. И эта же территория Асов больше всех пострадала в момент глобальной катастрофы 1842 года. Практически вся она была выжжена и засыпана раскаленным песком, после чего превратилась в современную зону пустынь Земли. Друзья, я, кажется, понял, что меня так беспокоило в других объектах. Это проблема реставрации памятника. Вот смотрите, существует выкрашка, выкрашивается эта прекрасная поливная керамика или майолика, которая здесь на стенах. Она выкрашивается. Как ее реставрируют? Вот примеры выкрашки. Вот крупный план. Вот есть поливная, это стекло, вот стекло. А вот видна основа ее кирпичная, длинная. И видно, что реставраторы по-быстрому заляпали мелом с ПВА. Вот белые вставки мел с ПВА. Но реставрация не везде такая, хотя бы мел с ПВА. Потому что если мы посмотрим на эту стену, вот здесь профиль можно снять оттуда, вот с этой точки, то мы увидим, что вот где-то есть стекло, я по нему стучу, даже звук есть. Вот где-то есть этот мел с ПВА, белый цвет имитирующий. А вот, я не хочу быть варваром, но это просто полимер. То есть это просто какая-то пленка, имитирующая цвет той вставки, которая здесь должна быть сделана. Вот, вероятно, такая реставрация, если она повсеместна, и сводит на нет то самое наше подлинное чувство, ради которого мы все сюда, ну, надеюсь, все мы сюда ради этого чувства приезжаем. Итак, Медресе Улукбега. Согласно официальным источникам, оно построено согласно мусульманскому канону, в полном соответствии с требованиями своей эпохи. Но, как вы понимаете, требованиями той эпохи были зароастрийские знаки, что полностью запрещено современным исламским каноном. Далее, данное Медресе является классическим образцом духовного учебного заведения Средней Азии. Медресе представляет собой прямоугольное в плане сооружение общей площадью 81 на 56 метров. Его главный восточный фасад обращен на площадь Регистан. Снова нарушение современных исламских канонов. Главный фасад мечети сегодня обращают в сторону Мекки. Как вы видите, внутри мечети снова нет никаких отопительных приборов. Хотя в наше время зимой в Самарканде бывают и минусовые температуры. В общем, все это снова говорит об ином климате межпотопного периода 18-го, начала 19-го веков. Далее, официальные источники пишут, что в отделке Медресе был использован весь набор имевшихся в то время материалов. Глазурированные крепичи, резная кошинная мозаика, майолика, резной мрамор. Сочетание белых, синих, голубых и марганзово-черных израстов с терракотовыми облицовочными крепичами создает все богатство геометрических, растительных и эпиграфических узоров. Порталы Медресе и Тимпаны арок худжа украшены мозаикой из разноцветного кашина. Особенно расхожен главный портал. Мозаичные звезды на его Тимпане образуют узор, символизирующий звездное небо, а пилоны украшены мозаичными панно с геометрическими узорами. Архитектурные достоинства Медресе Лукбека, подчеркнутые высокохудожественным декоративным оформлением, ставят его в один ряд с другими шедеврами мусульманского средневекового зодчества. Но снова, скорее всего, здесь имеется очень большая нестыковка. Посмотрите на фотографии этих объектов начала 20 века, что после такой тотальной реставрации действительно является аутентичным. Но я все-таки надеюсь, что все зороастрийские изображения на данных фасадах дошли до нас с допотопных времен и не являются фантазией советских реставраторов. Хотя, конечно же, логически советские реставраторы такой ошибки не допустили бы. Ведь в начале 20 века уже устоялся исламский канон. И ни один реставратор не додумался бы нарисовать на исламских мечетях зороастрийские знаки. Мы сейчас с вами приехали к пятничной мечети Амира Тимура. В 1398 году Амир Тимур присоединяет к своему государству Индию. И он дал себе обещание, что если он присоединит к своему государству Индию, то есть вернется с победой, то он построит такую мечеть, которую никогда еще не видел мусульманский мир. И вот он начинает строительство этой мечети здесь, рядом с базаром. Базар, сио базар находится в 5 метрах от нас, для того, чтобы у этой мечети всегда было много молящихся. посмотрите, посмотрите, на то, какая огромная мечеть. То есть ее построили в стремительно короткое время, учитывая то, что в 15 веке не было ни кранов, только все деревянные конструкции. Ее построили за 5 лет, годы постройки, с 1399 по 1404 год. И из-за того, что она была настолько огромной, мощной, спустя 50 лет на головы молящихся начали сыпаться камни. Обратите внимание на этот портальный свод. Вот он, первый, маленький. Когда Амир Тимур был в каком-то из походов, когда уже началось строительство этой мечети, он приезжает, видит первый портальный свод, он недоволен, он приказывает, не снося этого входа, пристроить к нему новый, большой. Для того, чтобы человек, когда проходил внутрь, он почувствовал, что он ничтожество, никто перед Аллахом. И действительно, если мы сейчас пойдем туда, мы заметим, что насколько там высоко, высокие стены. Амир Тимур хотел через свои строения, через свои постройки показать свою силу, чтобы те, кто видели, понимали, насколько он мощный. И на портальным входом была надпись «Оставайся в мире и в покое всяк сюда входящий, и если ты сомневаешься в нашей силе, посмотри на наши постройки». То есть мечеть за пять лет была действительно огромной. Мечеть состоит из двух боковых мечетей, которые одинаковые друг напротив друга и одной главной центральной мечети. Так как она была слишком громадной, она начала быстро осыпаться. То есть на голову молящихся тут же начали спустя 50 лет сыпаться камни. На сегодняшний день мечеть не действует. Тогда это была самая большая мечеть во всей Средней Азии. По двум сторонам этой мечети, когда мы зайдем, были раньше колонны мраморные. То есть Амир Тимур привез из Индии 99 слонов, и вот эти слоны привозили из гор Пинжикентна и Нураты мрамор и буд. Там работало 500 каменотесов в горах, которые вырезали и списывали эти камни сурами и цитатами из Корана. Но в народе эта мечеть у нас известна как мечеть Биби Ханым. Биби Ханым была третья жена Амира Тимура, старшая жена монгольская принцесса Сарай Мульханым. Биби Ханым ее так называют, что означает Биби, старшая любимая Ханым жена. И считается, когда Амир Тимур был в походе на Индию, она хотела удивить своего мужа и построить самую огромную мечеть, чтобы когда он увидел ее, он был ошарашен. И она начинает строительство этой мечети. И тут ей приходит весточка о том, что вот вскоре должен приехать Амир Тимур, и вы должны закончить быстрее. И она вызывает главного архитектора к себе и говорит, давай, заканчивай, потому что вот он возвращается, мы должны к его приезду успеть. А он говорит, нет, если я закончу, скорое завершение строительства гласит о том, что я расстанусь с тобой, а я люблю тебя, я не хочу. Но она в ярости говорит, нам Амир Тимур отсечет головы, как ты смеешь, я жена самого Эмира. А он говорит, нет, хорошо, я закончу мечеть, закончу строительство этой мечети, если ты мне разрешишь себя поцеловать. Она в ярости, но у нее нет выхода, и она предлагает выбрать любую из гарема женщин Амир Тимура. Он не соглашается. Она приводит ему пример с цветными вареными яйцами и говорит, смотри, снаружи они все разные, а если ты разобьешь, снутри они одинаковые, точно так же, как и мы женщины. То есть мы снаружи все разные, а внутри мы одинаковые. Мудрая женщина. Но он не хотел сдаваться. И идет, тоже ей приводят пример с двумя бокалами прозрачной жидкостью. И говорит, смотри, снаружи они выглядят одинаково, но выпей-ка. Она выпивает первое, ничего не чувствует, там была вода. Выпей второе, выпей второе, она говорит, что-то прожгло меня изнутри. То есть там было белое вино. Вот так же и любовь. Для того, чтобы ее понять, нужно пропустить через себя, попробовать на вкус. Ну и выпей вина, она расслабляется и дает себя поцеловать. Но поцелуй был настолько горяч, что оставил красное пятнышко у жены Амиры Тимура на щеке. Приезжает Амир Тимур, мечеть достроена. Он был удивлен, ошарашен, увиденным перед глазами. Ну естественно и замечает красное пятнышко у жены на щеке. Понимает ему, рассказывает тут же в чем дело, приказывает позвать к нему главного архитектора, но архитектор построил себе крылья и улетел в сторону Мишхеда. Мишхед, ныне город в Иране. Действительно, мечеть огромная, была построена за пять лет именно Амиром Тимуром. Дверь в эту мечеть была раньше из семи сплавов металла, что когда ее раскрываешь, была такая приятная мелодия, как созыв на молитву. Позже пришедшая династия шейбанидов забрала дверь в государственную казну и начали чеканить из нее монеты. Обратите внимание, что тут рядом по бокам входного портала есть у нас пилоны. То есть это не минареты, это пилоны. Входной портал давит на бока, пилоны давят на входной портал и тем самым нагрузка вся идет на землю для того, чтобы удержать. Руи Гонзалес де Клавиха, Кастильский посол, посетивший в августе 1404 года Самарканд, писал, великолепное здание растет изнутри. То есть действительно, пять лет каменотеса везли эти камни и вот строили эту галерею. Ну и пойдемте внутрь, посмотрим сейчас ее. Мы сейчас с вами находимся во внутреннем дворике пятничной мечети Амира Тимура. И тут у нас посередине вид на подставку под Коран. Пипитер называется или же Лаух. Значит, это первый достоверный Коран, который Амир Тимур привозит из Бастры. Тогда, когда он в 1402 году разгромил войско Байазета, он по пути проездом проезжает мимо Бастры. Ныне этот город находится в Ираке и забирает сюда к нам в эту мечеть Коран. Коран Халифа Османа. Написан был он на шкуре Газели. Там 365 страниц и на каждой страничке на каждом лице 12 строк. Значит, этот Коран и эта подставка находились тут, в этой мечети, вот в том, в главном здании, в главной мечети. Но спустя 50 лет, когда мечеть начала осыпаться, этот Коран забрали и у нас недалеко от города Самарканда есть мечеть Ходжи Ахрорвали и туда его, значит, перенесли. Долгое время он находился там, до периода прихода сюда к нам царской России. И, значит, когда здесь была установлена царская Россия, туркестанский генерал-губернатор Кауфман заинтересовался, попросил привезти Коран, забрали этот Коран в Ташкент, отвезли, потом перенесли в Питер, оттуда было уже утеряно несколько страничек и было сделано много копий. Позже переслали Коран в Уфу, в управление мусульман, и в 1923 году было принято решение вернуть Коран обратно сюда, и сейчас он находится в Ташкенте, в комплексе Хаст Имам в музее Корана. Еще, знаете, интересный момент такой, буквально года три назад застеклили вот эту вот подставку, а до этого она была открыта, и люди наши, ну, не только наши местные, а вообще в целом, молва ведь быстро расходится, люди, женщины, у которых не было детей, они приходили сюда и вот проходили через эти дырочки, дырки, и у меня было много гостей, кто действительно проходил через вот эти вот мраморные получается дыры и загадывали, что они считались, если там слева направо, то будет девочка, справа налево, мальчик, и как-то я сама была свидетелем, когда приходит женщина и говорит, я пришла за вторым, то есть вот так вот, но так как это старинный камень, рушится, наверное, с этой целью его закрыли, все, теперь, кто знает, теперь идемте налево, потом центральную мечеть и направо, дальше выходим уже, первый Коран, он был вот такого размера, и подставка сделана именно под него, обратите внимание на то, да, как красиво все это исписано на мраморном камне, все это вручную исписывали, в комплексе хас-имам применили именно здесь, и вот тут у нас растительный узор, картины рая, мы можем их так назвать, что для мусульманина рая, это когда растут деревья, поют птички и цветут, растут деревья, поют птички и течет вода, и здесь же у нас фрагменты того, как было в оригинале, вот подойдите-ка сюда, вот здесь вот у нас маленькие квадратики, то, что было с оригинала, и вот у нас есть фотографии, можете посмотреть, до реставрации, в первозданном виде и сейчас. Продолжение следует...